Дарья не пыталась себя расспросами, любовь ли это проснулась в ней или нет. Чувства застилали все, и она, повинуясь им, шла, не сопротивляясь. После того, как она покинула Ушакова, звучное название увиденного на карте острова не выходило из головы. — Мадагаскар! — повторила она вслух, уже сидя в карете, высунув голову в окошко и крикнула кучеру — в порт! — памятуя, что мы один раз уже побывали в порту Санкт-Петербурга, вернее, в той его части, где проходил таможен и досмотр иноземцев, прибывающих в Россию, нельзя не рассказать о том, что из себя представлял сей порт того времени, раскинувшийся куда шире набережных Адмиралтейства и иных правительственных зданий, построенных по приказу Петра Алексеевича. Деревянные пристани и мостки простирались мили на две вдоль побережья в обе стороны. Самые крупные были ближе к центру города. Там же размещались гостиницы и корабельные конторы всех держав, с кем торговала Россия. Около них и оказалась Дарья. Вернее сказать, оказалась карета, которая попусту встала из-за загруженности узкого пространства между тесно стоявшими деревянными конторами и самой береговой линией пристани, заставленной тюками с товаром, лотками торговцев и прочими портовыми грузами. Дарья, изнывая от нетерпения, выглянула из окна. Внимание ее было привлечено суматохой, поднятой из-за кражи. Она даже не сразу смогла определить, какого пола был воришка, за которым гонялись торговцы, так как из одежды он носил или носила и женскую душегрейку с юбкой и мужские штаны, проглядывавшие сквозь дыры, а на дранный женский платок был надет сверху еще и картуз. Началось все с того, как это особо ловко стянуло пару яблок с лотка и дало деру, но от зоркого глаза соседнего торговца сие преступление не ускользнуло. И через секунду торговый ряд огласили крики свидетелей, вторившего ему потерпевшего. Нищенка метнулась к тюкам, стоящим у кареты Дарьи, затем обогнула было саму карету, но там путь ей преградили гвардейцы, следившие за порядком и бежавшие на крик. Беглянка вернулась обратно к краю набережной, но тут был только трап скинут из торгового корабля, и как назло на нем стояли и наземные матросы. Деваться было некуда. Тяжело дыша, девушка глянула на наблюдавшую за ней Дарью, с мгновения поколебалась, затем открыла дверцу кареты и юркнула внутрь. Преследователи дважды обижали карету. Ринулись было на торговое судно, однако стоявшие там охранники их дальше мостков не пустили. Мало-помалу взгляды гвардейцев и пострадавшего торговца сошлись на карете, стоявшей в эпицентре сего розыска. А посему один из гвардейцев, хоть и разглядел на двери герб Воронова, но все же решительно отворил ее и спросил. «Извиняемся, тут воровку часом не видели?» Надо отметить, что нищенка, глянув на ошарашенную ее вторжением Дарью, времени не теряла. Она скинула свои картузы платок, затем водрузила на голову лежавшую на сиденье Дашину треуголку, укрылась подобранной тут же накидкой, и вопрос гвардейца встретила весьма агрессивно. «Ты куда лезешь? Вша, срамная!» Солдат попятился, оторопев от подобного отпора. «Простите, ваше сиятельство, обознались мы!» Торговицы-солдаты бросились вновь на поиски, а нищенка уселась поудобнее напротив Дарьи, извлекла из лохмотьев украденные яблоки и, откусив от одного изрядный кусок, второе предложила Вороновой. «Вои, роды! За яблоко мать родную убьют!» Она вновь глянула на хозяйку кареты и перестала жевать. «Че смырная сидишь, ешь?» «Да не до того мне, беда у меня одна приключилась». Нищенка оскалилась и кивнула с пониманием. «Беда, но это значит ко мне. Я сама сплошь беда. Хотя в миру меня Фёклой зовут, сказывай». Фёкла снова откусила от яблока. Пока карета миновала заторы и выехала к корабельным конторам, Дарья уже поведала свою историю новой знакомой. Фёкла с пониманием слушала, грызя яблоко, потом откинулась на сидение и деловито протянула. «Вот что я думаю. За ним тебя надо плыть, если любишь. Деньги-то есть?» Дарья взяла заготовленный кулек, куда ещё загодя собрала свои перстни и серьги. «Денег нет, но есть это». Фёкла чуть не поперхнулась от такого богатства. «Ну, мать ты даёшь! Да за эти камушки ты себе цельный карабь купишь!» Она глянула в окно и стукнула в стенку кареты. «Ну-ка, братец, останови!» Убедившись, что это то строение, что ей было надобно, Фёкла обратилась к Дарье. «Только чур меня берёшь с собой!» Они вышли из кареты и вошли внутрь корабельной конторы. «Это здесь можно нанять судно!» Сразу взяла быка за рога Фёкла, заметив на стремянке полноватого иноземца, копошившегося у верхних полок с картами. Тот был раздосадован, что его отвлекли от поисков, но, скорчив дежурную улыбку, так свойственную всем британцам, не очень учтиво ответил вопросом на вопрос. «Мисс, хотят совершить морскую прогулку?» «Хотят!» — кивнула Фёкла. «Это будет пикник на воде?» — продолжал улыбаться англичанин, снова оглядывая полки в надежде найти такие следы затерявшейся карты. «Я хочу нагнать корабли, вышедшие давеча из порта», — робко выдавила из себя Дарья и переглянулась с Фёклой. От этих слов британец, который, к вашему сведению, являлся управляющим корабельной конторой Великобритании Генри Арнавилем, чуть не свалился со своей стремянки. «Ого! Хотел бы и я знать!» «Да не только я один! Куда именно направились эти прохвосты?» «Попробуем убить двух зайцев!» Он спустился вниз, оглянувшись на окна, словно опасаясь быть подслушанным. Потом обратился к своим гостям, понизив голос. «Судя по всему, направились они далеко, а снарядить такой корабль — дело дорогое. Есть, правда, один, готовый к отплытию, если поговорить с капитаном и предложить ему хорошую цену». Фёкла перевернула шляпу собеседника, лежавшую на столе, взяла у Дарьи её кулюк и вывалила в неё половину драгоценностей. «Этого хватит!» Арнавиль нервно сглотнул. «Более чем!» Потом опомнился и побежал к своей конторке, у которой стояли девушки. Рассмотрев богатство, лежавшее в шляпе, он заморгал, словно боясь, что волшебный сон рассеется, и тихо спросил. «Вы знаете, куда плыть?» Арнавиль с опаской покосился на экзотический вид Фёклы. Та повернулась к новой подруге. Дарья кивнула. «Знаю». Арнавиль сел за стол выписывать бумаги, но в этот момент двери конторы раскрылись, и внутрь вошла Мэри. Окинув беглым взглядом посетительниц корабельщика, она сказала по-английски. «Вы проводите этих девушек побыстрее, у меня срочное дело». Хозяин конторы лишь пожал плечами. «Быстро не получится. Дамочки во что бы то ни стало хотят последовать за двумя фрегатами его величества и только что внесли плату за фрахт корабля». На этот раз Мэри более внимательно посмотрела на посетительниц. Улыбнулась и обратилась к Дарье по платью, сочтя ее главной заказчицей. «Путешествие — опасное предприятие. Столь юной даме не стоит отправляться в путь без сопровождающего». «А кто вам сказал, что она отправляется без сопровождающего?» Закурив трубку и откинувшись в любимом кресле Арнавеля, спросила Фекла. «Ах, простите, мисс, я не сразу поняла ваш пол и статус. Примите мои извинения». Мэри слегка поклонилась Фекле и повернулась к Дарье. «Я не ожидала, что данная особа — ваш сопровождающий. Я тоже собираюсь в путь, и, похоже, мой курс совпадает с вашим. Но раз уж вы наняли корабль и не нуждаетесь в компании опытного спутника...» «Конечно, нуждаюсь!» «Успешила успокоить иностранку Дарья. «Я никогда не выходила в море, и если вы составите нам компанию, я буду весьма признательна». Мэри улыбнулась. «Если только ваша подруга не возражает». Фекла оставила свое кресло и подошла к Дарье. «Не нравится мне эта мартышка. Одно слово — иноземка. И что у нее там на уме один бог ведает?» «А по мне так она — сама изысканность. Сразу видно, что эта дама из общества не поверила новой подруге Дарья и обратилась к Мэри. «Мы согласны, — к вашим услугам, — ответила Мэри. «Тем более вам стоит позаботиться о дорожном плате. Поскольку вы уже оплатили корабль, позвольте мне купить все необходимое для вас». «Лады!» — согласилась Фекла. «Только, кроме одежи, харчи тоже твои». «Тогда не будем терять времени». «С вашего позволения я отдам распоряжение слугам», — заключила Мэри. Она достала свисток и свистнула. В контору вошли несколько одетых в черный господ. «Мы отплываем через три часа. Позаботьтесь обо всем необходимом», — Мэри повернулась к Фекле и Дарье. «А мы пока посетим платяную лавку». California «А если мне не есть угры, мы зар Parents. «А если Omэрина не ходит, если ПогGAN. «Лады». «А непонимительные камеры», — опять же, Я видя читалиicism», — «А все.